Несмотря на то, что мы друг друга воспринимаем больше зрительно, так вот даже пословица говорит, что люди по одежке друг друга встречают. Ну, из одежки, из прически, из выражения лица можно какое-то составить мнение. Ну, конечно, часто оно бывает ошибочно, бывает довольно точно. Но душу не видно. Душа проявляется, ну, в словах, конечно, но более в поступках. Вот уже поэтому Господь учил нас, говоря, что дерево судят по плодам. Но зимой только специалист может одно дерево отличить от другого. Или живущий там среди деревьев человек будет примечать. Что да, хотя и листьев нету, но когда листья, там уже проще. И вот, тем не менее, когда мы говорим нечто, ну, обычно, что-нибудь дурное о каком-то человеке, то мы имеем в виду, конечно, его поступки и следствие проявления его душевных свойств. Поэтому мы говорим, он такой, он такой, он такой. Даем всякие характеристики, которые есть результат его поступков. И вот в этом смысле можно сказать, что жизнь человека состоит из поступков, и поэтому то от того, как в той или иной ситуации человек поступает, можно определить, а что, собственно, у него внутри. Господь избрал из всего Израиля себе 12 учеников. Тех, которых он предназначил, увидел в них вот эту потенциальную возможность быть его апостолами, свидетелями воскресения. Научить их Евангелию, Царствие Божие, и с тем, чтобы они потом сами стали учителями. Потому что научить человек другого может только тому, что умеет сам. Если сам не умеет, то, как ни говори, эти слова пусты. Я помню однажды, когда я учился в институте, мы там одного преподавателя подзадорили, подзадоривали. И он все-таки тоже взял уголь и стал вместе с нами, с группой рисовать. И выяснилось, что у него рисуночек, ну так, на четыре с минусом от силы. А спрашивается, а что ж тогда? Ты учишь и сам не умеешь. Выяснилось, что оказалось нестателем. И все. Человек, как бы для очень большой части аудитории, навсегда потерял лицо. Потому что, хотя он был такой симпатичный, горло не драл. Но вот так вот. Теоретически, совсем не все можно так вот передать с помощью нотации. Поэтому все наши с вами, допустим, педагогические усилия по отношению к нашим детям, они обычно имеют прям противоположный эффект. Именно в силу того, что мы требуем от детей того, чего мы, собственно, сами никогда не умели, и не знаем, как это делать, и даже никогда не видели, как это делается. Но, тем не менее, требуем, там, ты это должен, ты это должен. Такое ощущение, что кругом одни должники. Вот. Почему он их избрал? Вот в сегодняшнем Евангелии есть некоторое указание, некие ответное. Очень рано, как только начался день следующий, за субботой идущий, который мы теперь называем Воскресеньем. Тогда в Римской империи, в некоторых теперь европейских языках, там, в английском, в Санде, называлось День Солнца, языческое такое название. Вот. У нас христианское воскресенье пришло к нам из Греции, вместе с христианством. И не могли они в субботу, потому что, ну, не положено в субботу ничего делать, тем более, к усопшему прикасаться. Они это все свято соблюдали, потому что духовной жизни не знали, в чем она стоит. Для людей, которые не знают духовной жизни, для них ритуал, обычай, очень много значит. Ну, и, собственно, как и для людей, особенно внешне. Вот для практически любой женщины, то, как она выглядит, гораздо важнее, чем кто она есть по существу. И совершенно не важно, что она стерва выдрань. Но лишь бы она выглядела хорошо. Ну, что толку, что у тебя хорошенькие ножки, красивенькие глазки, сзади замечательный пучок, это из тестерва. Я в своей жизни знал одну, такую красавицу, когда она входила в вагон метро, у всей, и мужской, и женской части населения, отвисала челюсть, падали книжки на пол, и все прекращали всякие разговоры, и вот, пока она не выходила, вот они так с отвисшей челюстью ей сидели. Ну, и что? Замуж даже не вышла. Потому что стерва. Как только человек только пытался, он видал, что такой характер, да это с ума сойти можно, лучше сразу удавиться. Вот и все. Поэтому, а человеку, на самом деле, важнее, как он выглядит. Чисто внешне. Вот на это все тратится. Вся, как бы, энергия, и вообще, вот этому придается очень большое значение. Ну, у людей, конечно. У Бога-то нет. Бог как раз смотрит на внутреннюю. И вот Он хочет нас этому научить, и поэтому, так, промыслом Божиим, это сохранилось в Евангелии. Вот пошли женщины ко гробу восполнить обряд погребения, потому что Христа наспех хоронили. И вот не нашли камень, отваленный от гроба, не нашли тело Господа Иисуса. И когда недоумевали они о сём, вдруг предстали перед ним два мужа в одеждах блистающих. и они были в страхе и наклонили лица свои к земле. То есть ниц упали. Ну, понятно, явление ангелов, оно на человека ошеломляющее. Такое действие производят не только ангелов, но и даже вот душ усопших праведников. Вот это описывается в житии преподобного Сергия, когда ему явилась Матерь Божия. в окружении ангелов и святых угодников Божьих. По-моему, святого Николая Иоанна Богослова, сейчас я что-то не помню. Но это не так важно. Преподобному Серафиму во время богослужения ещё он дьяконом был, он увидел Христос в кое-то в сопровождении сил небесных и остолбенел. Его со службы в келье увели, и он много часов не мог вообще в себя прийти. Поэтому нет ничего удивительно, вот они упали на землю, лица опустили, даже смотреть не могли. От ужаса. Не то, что им было страшно, но это просто такое переживание, которое выше всяких сил. Когда могут быть и слёзы от радости, и какой-нибудь смех необыкновенный, и обморок, что угодно. И вот они говорят что вы ищете живого между мёртвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был ещё в Галилее, сказывая, что сыну человечку надлежит быть предан в руки человек-грешников и быть распятым. И в третий день воскрес. И вспомнили они слова его. То есть нужно было напомнить. Почему они это забыли? Вообще почему человек забывает? Вот ребёнок забывает, что когда взрослый разговаривает, нельзя перебивать. То есть человек идёт, допустим, неприлично перегораживать ему дорогу. То есть он там занят каким-то делом, нужно дождаться пока он закончит, потом обратиться. Младший должен впервые здороваться со старшим. Если когда видишь, что человек не до тебя, нужно подумать и о нём, а не прежде всего о своих делах. Ну и так далее, и так далее. Но почему человеку даже если это говорят, вот я даже сегодня одному человеку напомнил, что я ему говорил уже несколько лет назад. Я говорю, ты забыл? Он говорит, помню. Я говорю, а в чем делаешь? Зачем два раза говорить? А иногда во время исповеди. Батюшка, что мне делать? Говоришь, то-то и то-то. Начинает переспрашивать. Я говорю, ты что, глухой? Если ты спрашиваешь, чтобы тебе ответили, тебе уже ответили. Ты глухой, или ты уже успел забыть? Что случилось? Что случилось? не верит. Не верит. Потому что то, что ты сказал, это ему не ложится. Потому что человек усваивает только то, что ему нравится. вот скажи человеку, ты прекрасен, ты умен, ты великолепен, ты талантлив, ты добр. Он тебя будет слушать до пятницы с понедельника и не прервет. Так это слабо. А попробуй ему скажи, что ты свинья. он тут перебьет, скажет, нет, может быть, я это поступил свинский, конечно, но это я не свинья, это случайность, а потом сами посудить. Вот он-то сделал так, но в ответ можно только по-свински поступить. Вроде ты поддержи меня, что в такой ситуации все свиньи, мол, и ты тоже стал свинью. Так что в общем тут ничего вроде как бы такого и нет. Человек не хочет, чтобы ему говорили, что он свинья. А Христос как раз это нам и объясняет все наше свинство. Поэтому и апостол и ученицы Христов они никак не могли понять, что Царство Христово оно не от мира сего. Как те люди, которые ну есть такое выражение крылатое, что когда речь идет на миллионы, там начинается политика. Имеется ввиду не только деньги, хотя и деньги тоже, но и количество людей. Поэтому очень много политиков используют как бы церковный фактор. Ну а другие считают, что церковь допустим хочет заниматься политической деятельностью. Да шут с ней с этой политической деятельностью. какая разница? Капитализм, монархизм, коммунизм, социализм не режут всех подряд и слава Богу. Режут плохо. Что там хорошего? Вот сейчас один батюшка из Чечни написал, что там ну все время режут русских потихоньку в Грозном там приходят ночью режут старух, режут стариков. Просто вот режут и режут режут и режут то в одном доме то в другом и так вообще вот в этом вот когда режут это конечно плохо это неправильно никто там не говорит никакие не приезжают комиссии никто если находят какие-то трупы то только чеченцев а вот если семья вырезана русских то никто что-то не находит дело никакие что-то не возглуждается и вообще об этом вообще молчок и корреспондентов никаких нет тоже как-то вроде недемократичные если резать то эти этих режут эти тут все законно и полностью всех свободу информации надо оповещать так процесс вот отрезания он конечно никак не может быть так сказать с приветствием приниматься тут как бы с этим все понятно теперь вот с тем что происходит в Евангелии они думали что Христос принесет царство от мира сего Господь естественно как он мог объяснить людям зачем он пришел он мог использовать только те слова которые есть в обороте поэтому он использовал притчи поэтому царство небесное это тоже приточное название нужно еще понять что за этим стоит но они знали только царство земное и они знали что экономически тяжело работать на себя на свое государство и еще платить дань кому-то вот как Россия там выплативает долги там одни люди украли государственные деньги но государство в их лице заняло эти деньги но они потратили не на народ а положили себе в карман а отдает эти деньги народ из своих и они сами не могут этим пользоваться потому что кому голову отстрелили давно кто просто не может выехать так сказать за границу потому что сразу заарестуют и в общем обычно вот большевики они и Ленин и Троцкий и вся эта шобла вобла они столько награбили по сравнению с нашими там вывозителями капиталов ну просто теперешние по сравнению с теми ну просто вывезли смешные деньги просто смешно а тогда было вывезено это настоящие бриллианты настоящее золото знаете 98 проб настоящее серебро 98 процентов ограблено было все все вот все что было вот уже выполнено металлы там драгоценности там ну все 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 подчистую ну и что хоть один большевичок какой Бухарин там чем-нибудь воспользовался Свердлов Держилский нет это все там в Швейцарии и лежит преспокойненько на счетах абсолютно неименных и все это денежки работают только на Швейцарии а тут пожалуйста по Брестскому миру отдавали там и так далее даже здесь это все там впрок как правило этим людям не идиот они несчастные тоже обманутые в каком-то смысле а уж тех из груди как вот это сделали аккордеон Егорскому президенту банка я его даже лично знал так сказать зарезали охранника ему самому грудную клетку прям уж не могли застрелить прям так сказать все разрезали полностью так сказать кошмар кошмар ну и что вот непонятно вообще чем как кто за что кто кому должен там что же не получать вообще ничего не разберешь темнота полная вроде бы это к делу не относится на самом деле относится потому что очень тяжело было народу израильскому и этим платить и этим как счастье и бандитам плати и охране плати и государству плати и всем плати а тогда вообще неоткуда брать даже если по закону все заплатить это вообще смешно будет потому что завтра может закон переменится и тогда тебе скажут а ты платил давай теперь ну то есть последний сумасшедший будет показывать то что у него на самом деле есть ну просто самоубийца или действительно вот психически больной человек кто на что рассчитывает это потому что веры нет вот причина это в этом это и в религиозном смысле и в чисто таком коммерческом веры нет вот это такая страшная ситуация вчера беседовала с двумя православными людьми оба бизнесом занимаются таким один совсем маленьким другого чуть к среднему приближается оба в храм ходят в разные правды оба в общее дело и как бы им хорошо бы объединиться говорят они и у них они боятся друг другу они не доверяют друг другу совершенно основательно не доверяют потому что деньги на всех по разному действуют некоторые совершенно дуреют от денег как только появился какой-то денег он сразу какие-то неадекватные поступки начинает совершать метаться куда-то что-то прятать засыпать в общем суетиться и чаще все их теряет в такой спешке вот даже здесь недоверие казалось ну что ну вы верующие люди все понятно что тут хотите сливайтесь хотите разъединяйте хотите договор ставить пришли советоваться батюшка я говорю а что я это вообще не по моей части если вы мне хотите деньги дать давайте я освою хоть миллиард это мне нет проблем вот я потому что мое дело тратить а не зарабатывать зарабатывать я не знаю как тратить это пожалуйста дел полно это и здесь и там это можно что хочешь так сказать любое дело придумать и вот почему они не помнили что Христос говорил много много раз мне надлежит быть распятым они понимали почему зачем они ждали другого что он будет царем что римлян выгонят что будет свой царь он будет любить народ он будет исцелять он будет кормить то есть он сделает нам нормальную жизнь мы все хотят жить нормально никто не хочет болеть никто не хочет быть несчастным всем сестрам по серьге поодинаково иначе передерутся кровь потом начнут а нет вот в ней 2 метра роста а во мне полтора а почему тогда у нас одинаковая серьга надо тогда по весу как цитроциклин распределять почему не так чуть на это это столько ткани на это оттеночек не тот не из той серии и так далее то есть человек завидовать даже если всех в валенки одеть в лагере в какой-нибудь в Мордовии и то у этого валенки первого срока а у этого второго уже уже зависть потому что это поновей а это вот постарше раньше прокудятся сейчас они не худые но прохудятся раньше и он заранее за год вперед уже завидует хотя может быть он доходягой будет через два месяца и от туберкулеза сгинет но уже зависть его гложет вот в чем дело как человек глубоко на самом деле сгнил и напомнили ангелы и они вспомнили побежали рассказали апостолам и апостолы в большинстве как всякие нормальные люди они не поверили хотя он им говорил и гораздо чаще чем другим чем женщинам своим ученицам он они не поверили и показались им слова их пустыми не поверили не поверили но Петр встав побежал ко гробу наклонившись увидел только пелены лежащие и пошел назад дивясь сам в себе происшедшему чем Петр отличается от других он не поленился пошел проверить и вот церковь две тысячи лет назад две тысячи лет назад впервые и до сего дня всему миру предлагает только одно проверить проверить потому что может предложить неверие ничто неверие это ничто это ничего а вера предлагает ты хочешь познать Бога молись ты хочешь познать церковь воцерковляйся ты хочешь познать заповедь исполни возьми какую-нибудь заповедь и начни исполнять не теоретически рассуждаю я считаю я считаю а вот дадут тебе в морду подставь другую щеку вот давай увидишь результат в себе увидишь внутреннее изменение вот просящему тебя дай и хотящего тебя занять дел безнадежно никогда не отдай вот не отвращайся ну давай попробуй без всяких разговоров не 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 давай ему все что он просит дай столько сколько тебе не жалко потому что это тоже безумие этому дай этому дай и все а мои дети что будут кушать потому что таких кто дай сколько угодно я уже теперь за последние 10 лет уже научился просто различать встречая там у метрофаня батюшка я говорю сколько тебе сколько как сколько я говорю сколько тебе а зачем вы так сразу а я говорю я вижу сколько тебе мне нужно тут один засадил мне нужно до Хабаровска доехать я говорю ничего себе туризм а что это так далеко сказал бы в Париж я бы конечно сказал высмеял потому что в таком рванье конечно и таможню не пройдешь но тут Хабаровска и какая же версия маму посетить ты смотри какой жалестный что же так далеко от мамы уехал зачем же так бросил старушку несчастную я говорю давай маме позвоним ну конечно там у нее телефона нет я говорю адрес есть давайте дадим что вот выезжает а я сейчас позвоню там ребятам выясним по этому адресочку вообще такая живем нет проблем кругом продается вся база данных всего МВД ГИБДД 30 долларов все про всех все знаешь где чего живет компьютер включил 6 секунд и все тебе ну конечно не самые чистые последние сведения но более-менее нормально ну про бабушку там все будет рассказано кто чего как почем какая пенсия где живет и так далее все вот человек вместо того чтобы батюшка дать 10 рублей или 15 или там сколько не жалко конкретно на или пошел недавно некогда не буду из-за тебя там сейф лишний раз открывать ключом поворачивать и все нет вот значит Хабаровск мама про маму про маму не надо про маму это мы все знаем все эти блатные песни про маму это да это мы с детства наслушались еще так сказать в школе проходили Петр пошел как грубо проверить и что убедился убедился любой человек живущий на земле ученый и не ученые мужчина и женщина старик ребенок может проверить истину то что все говорят мы это истина мы знаем вот у меня истинная религия у меня истинная программа у меня самый лучший бизнес план я я всегда можно проверить всегда где аудитом где в глазки посмотреть где еще там разы но проверить всегда можно спорить не надо кто древнее кто лучше это проверяется вообще элементарно берется во дворе складывается костерчик и говорит твоя вера истина да ну пойдем встань вместе а нет тепло не будешь ну и все где же твоя вера вера это только то за что ты готов умереть а если ты не готов это уже не вера все вопрос исчерпан не надо ни богословских трудов ни никаких то комиссий споров конференций ничего только то за что человек готов отдать жизнь либо так вот буквально в грубой форме либо так сказать служа чему-то день и ночь тогда да это и так любовь к Богу поверяется любовь к церкви любовь к народу а то таких всяких патриотических речей наслышалось вот прям и людей очень патриотов раз 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 вдруг так что-то получил смотришь опять проворовался да что ж ты будешь что тебе не хватало опять сидеть опять там уже воровать не умеет если воровать то пусть не садится а тут за какую-то ерунду из каких-то сотен тысяч долларов сидеть или там как Станкевича обвиняли 10 тысяч долларов взят это советник президента ну кто поверит что 10 тысяч долларов с такой чепухи человек по всему свету бегает и его там ищут среди яркого дня с фонарем алё где ты не мог никак найти 10 тысяч долларов советник президента на такую мелочь вообще просто даже гляну тоже инкриминация и вот каждый из нас он может убедиться в истинности чего угодно и кого угодно только нужно этим заниматься и вот Христос избрал своих апостолов именно по этому принципу он увидел в них это любопытство это желание действительно познать истину когда Христос говорил народу о том что он есть хлеб жизни и кто не будет есть плоть мою не увидит жизни вовек то многие в ужасе отшатнулись ну с ума сошел ну как мы что человечину будем есть и все заколебались многие отошли господь с тобой они остались и стали апостолами они стали двенадцатью коленами нового Израиля а мы их потомки но не по крови а по духу потому что нас объединяет ну по Адаму мы все родственники в этом смысле мы и по крови все одинаковые но по духу веруем ли мы во Христа но та ли это церковь в которую мы которую основал Христос потому что все претендуют на истину сейчас столько церквей даже есть такие церкви в которых в их учении слово Бог вообще не употребляется как ненужное но он называет себя церковью может быть они истинны что как что сверять нужно проверить нужно сравнить нужно увидеть плоды плоды поэтому ни о каком равенстве не может быть ну как может академик и какой-нибудь плиточник получать одну и ту же зарплату если то что сделал академик там 60 лет назад работает до сих пор а то что сделал плиточник отвалилось в следующем сезоне только материал загубил а что а желудок у всех одного и того же размера и этому надо есть и этому надо есть значит что этот вот это сделал этому то а я сделал этому то да так что нет не может быть его в принципе никакого равенства один чемпион мира а другой стакан поднять не может рука сил нет вот какая разница так и в духовной жизни совершенно то же самое поэтому нужно обязательно убедиться а для этого нужно труд для этого нужно желание для этого нужно не лениться Петр побежал ко гробу не стал ждать пока будет полдень еще посплю или лучше завтра успею или выходной нет он тут же все бросил пошел побежал убедиться нету тела Христова призадумался что же это могло быть постарался своей рыбачей головой осознать неосознаваем а Христос а Христос выходит навстречу он и ему является на вот смотри это я убедись потому что когда ты убедишься тебе рыбаку простому люди поверят потому что ты человек прямой бесхитростный ты никогда не воруешь лихву не берешь ты человек хороший честный тебя все знают тебе поверят и действительно когда Петр в Иерусалиме проповедовал тысячи людей которые еще месяц назад распни кричали крестились тысячи и не боялись от синагоги отпасть как вот раньше батюшка ну вот как вот сын надо говорить что он крещеный а вдруг в школе скажет ему там плохо будет а надо чтобы было хорошо надо чтобы отрекся от Христа тогда будет хорошо крестик спрятать в церковь не ходить чтобы вообще никто даже не заподозрил что ты верующий чтобы так же пил так же матерился так же в тюрьме сидел а то будет плохо что люди скажут не дай бог что ты верующий или кто-то посмеется чей ты вдарился в религию поэтому Христос сказал кто будет меня исповедовать перед людьми того и я исповедую перед ангелами небесными и так все ясно да а он мне добавил а кто не будет того не буду исповедовать перед ангелами чтобы совсем было ясно что если это твой выбор то он должен быть настоящий он должен быть до конца он должен быть последовательным что не то что выдержит чью-то насмешку не то что выдержит то что тебя отовсюду выгодит а даже то что тебя убьют вот вот это значит познать истину вот что ты за это готов заплатить какую цену Петр заплатил его распяли на кресте и вот от каждого из нас ну в меру каждого не всех распнут это надо знаете сподобиться надо быть Петром чтобы оказаться распятым но в свою меру вот свою вот для каждого из нас особую меру каждый из нас должен явить Христу меру нашей жизнь вот тогда тогда действительно бывает слава человеческая вспыхнет погаснет может слышали кто-нибудь был такой лорд байрон а может кто-нибудь читал конечно же нет вот все поэтому вспыхло и погас или там Пушкин ну да в школе проходил а читал нет Пушкин 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 а кто читал ну так конечно пол процента читают а так нет а фамилию знают вот она слава если у Пушкина гений из гений и тот не нужен никому а так на поверхности оказывается так реально обходится как Газманов это гораздо важнее скажи Пушкин выступает или там Газманов кто больше народа соберет кому Пушкин нужен вот сейчас на стадионе будут Пушкин читать да никто не придет вообще если скажешь живой воскрес ну это еще скажешь это наверное Копперфильд приехал сейчас будут что-нибудь фокусы показывать это еще пойдет а так реально нет поэзии там что-то такое высокое нет это трудно это так вот когда ду-ду-ду-бу-бу-бу-бу все обмелькается и голая задница тогда это вот еще вроде как-то что-то такое животное звериное родное все как вместе в стаде потому что в стаде тоже ведь каждый друг другу взад смотрит в общем они так идут толпой это наше скотское знакомое такое поросячье свинячье такое оно все знакомое такое бело-розовое все это как-то ну легко воспринимаем вот а Господь хочет нас вот как-то выше приподнять над нашим свинством к человечеству потом к ангельскому чину но это дается только добровольно принятым на себя страдания поэтому будем по милости Божией что вот Господь нас избрал сам нас призвал в свои ученики никто никто не может сказать я сам пришел к Богу куда ты пришел никуда ты еще даже и не пришел но в церковь тебя призвал Господь это да каждого своими путями каждый ищет эти тропы по которому ему идти приспосабливаются вернее свою натуру приспосабливают вот к этому пути тернистому и сложному но идти им надо другого пути нет и кроме нас с вами у Бога никого нет в этом мире потому что Он Бог Он никому не интересен в этом мире вот только нам вот ради Него к Нему там 90% ничего не понимая но мы все-таки пришли вот такие же не ученые такие же полуслепые как и апостолы тогда но Он нам дал дар Святаго Духа и они поняли все даже смогли Евангелие написать так что и мы вот если будем усердны если будем любопытны если не будем себя жалеть если будем готовы принести хоть какую-то жертву Богу то тогда и Господь нам тоже даст Святаго Духа помоги нам Господи не что это не ни не ни 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 Продолжение следует...